здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала в этом видео хочу вам показать свои находки на пражском блошином рынке видео о блошином рынке уже вышло на моем канале если вы его еще не смотрели то ссылку я вам оставлю в описании и начнем с вами с вот этих предметов это чашечка и два блюдца посмотрите какой красивый рисунок это называется восточно-фриская роза и клеймо фабрики августа варнаки эта фабрика была основана в германии в 1925 году штаб-квартира фабрики находилась в гамбурге но изделия производились буквально по всему свету и в англии и в венгрии и в италии и в китае и в японии но в 1999 году фабрика уже была закрыта я вам не могу передать какая легкая это чашечка если посмотреть на свет то она буквально светится настолько тончайший фарфор очень красивая изящная как вам но приятно же из такой посуды пить кофе и следующий кофейный набор или как их называют мокко чашки был куплен у того же самого продавца причем вышла такая история я когда узнала цену а мне назвали первоначально я забыла сколько в общем я сторговалась за 150 крон или 600 рублей и когда мне уже стали эти чашки запаковывать подошел другой мужчина и оказалось что продавец который мне называл цену это не его чашки а вот того другого мужчины он узнав за сколько они проданы очень расстроился и сказал нет 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 я не могу давайте договариваться о другой цене но тут уже я расстроилась в свою очередь и такие друг на друга расстроенные мы с ним смотрели и в итоге он мне их продал за 200 крон или за 800 рублей сопроводив это тем что но вы знаете чашки действительно хорошие меня у этой чашки заинтересовала клеймо сейчас я вам покажу поближе стоит знак немецкого фарфорового завода рудольф вахтер а дальше подписано ю с зоны это значит что это кофейная пара была выпущена с 1 1945 по 1 1947 год это время когда в германии находились оккупационные американские войска и в общем то вся посуда выпускавшиеся в тот период она имеет такое клеймо ю с зоны фабрика не занималась изготовлением фарфоровых изделий они закупали их у другого производителя так называемое белье а а сами расписывали и вот посмотрите какой красивый нежный рисунок здесь тоже самое клеймо фабрика уже не существует она была закрыта в 1975 году но учитывая датировку мы можем с вами понять что вот этой кофейной паре уже скоро будет 80 лет интересно еще цвет такой коричневый но достаточно светлый я вам сейчас покажу у меня есть практически такого же цвета чешская тарелка наверное свойственно было для той послевоенной эпохи выпускать посуду в таком цвете вот у меня есть такая глубокая тарелка это чехословакия один из карловарских фарфоровых заводов она расписана вручную видите какой красивый рисунок полевые цветы и вот точно такой же даже он более насыщенный коричневый цвет как и у той мукопары если их рядом поставить так как поставить вот это чуть-чуть светлее получается и сейчас покажу вам еще одно интересное блюдечко на котором тоже написано юэс зона вот я как-то на барахолке нашла вот такое интересное фарфоровое блюдечко сейчас вам покажу клеймо это баварский фарфоровый завод который существует до сих пор и славится своей качественной продукцией royal by road и тоже есть надпись юэс зона есть этому блюдечку тоже уже скоро будет 80 лет вся продукция этого фарфорового завода расписывается до сих пор вручную посмотрите какая красивая розочка и очень красивый глубокий такой насыщенный но он не синий цвет да королевский синий вам кажется называют и следующая моя покупка были пять чашек к сожалению шестой чашки нет и блюдец тоже нет и мне очень очень жаль потому что мне понравился цвет насыщенный оранжевый чистый цвет этих чашечек это завод так как повернуть тебя чашка это завод полонная по моему сервис называется яблоко если я не ошибаюсь но цвет конечно оранжевый великолепен будут стоять и радовать глаз следующей моей покупкой были две чашки с такими крышечками давайте посмотрим клеймо это тоже посуда выпущенная в советском союзе если я правильно называю это добрушинский фарфоровый завод он до сих пор существует в белоруссии одна с очень красивым и нежным рисунком с незабудками а у второй вообще я не очень понимаю что это за рисунок но тоже какие-то цветочки они вообще чашки бывают с разными рисунками вот у меня есть еще чашка с такими замечательными цветами я помню когда я ходила в школу у нас клумбы утопали в таких цветах и потом у меня есть уже несколько чашек вот с таким тоже рисунком с незабудками и как порой бывает одно неуверенное движение и чашку ты раскокал вот так и со мной случилось видите какая полоса идет я нечаянно и ударила об стол и сразу чашка треснула поэтому я такие чашки всегда покупаю чтобы у меня был их запас зачем я их использую я их использую не только для заваривания чая но и для заваривания трав а у этой чашки есть вкладыш сюда можно насыпать травы причем конечно травы можно заваривать в пакетиках но если вы делаете травяной сбор то у вас уже это совсем никак не получится либо использовать водяную баню но это достаточно неудобно либо использовать термос но в термосе заваривать травы не все можно если он железный то есть надо иметь термос со стеклянной колбой а вот в этой чашке очень удобно вы положили сюда свой сбор травяной залили кипятком она достаточно глубокая залили кипятком закрыли крышкой и в идеале еще сверху одели вот эту бабу на чайник один раз мне такая баба повстречалась на чайник на пражской барахолке но она была какая-то уж совсем старенькая и я не стала ее покупать мне она чтобы лежала не очень-то нужна а чтобы пользоваться она уже была для этого непригодна поэтому вы одеваете сверху вот эту бабу или еще что-нибудь на кружку она сохраняет какое-то время тепло и у вас получается практически по всем правилам заваренный настой из трав если вы любите пить травяные чаи если используете их для лечения тут я вам могу рекомендовать как вариант использовать такую кружку для заваривания настоя и следующая моя покупка вот такая подставка под яйцо посмотрите какой красивый рисунок это не деколь это расписано вручную вот поближе вам хочу показать смотрите какая нежнейшая розочка приятно же поставить на стол для завтрака правда еще и купила такую кошку на ладошку маленькая фарфоровая фигурка непонятно кто производитель кто-то пишет что лфз так чтобы как бы свет хорошо падал кто-то пишет что лфз кто-то что выпущены в германии вот такая милота и вот уже в конце я нашла таких двух милейших фарфоровых гномиков скорее всего это из белоснежки и семи гномов не знаю где потерялись их оставшиеся пять товарищей можно использовать такие фигурки для каких-то рукодельных проектов спасибо что досмотрели это видео до конца напишите в комментариях что вам понравилось из моих находок на блошином рынке в праге подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны не забудьте поставить лайк и нажать колокольчик чтобы не пропустить новые видео и всего вам наилучшего до новых встреч